Наша программа продолжается у микрофона Ирины Кленской, Александр Васькин, писатель, историк, новая книга. Книга Александра Васькина «Путь родителей по Пушкинской Москве». Мы её пролистываем, читаем и гуляем по Пушкинским местам. Мы отвечаем на ваши вопросы о детстве Пушкина, о дяде, какое влияние имел дядя Василий Львович Пушкин на маленького Сашу, потом на взрослого Сашу и потом на Александра Сергеевича. Да, и вот они до поры до времени обмениваются поэтическими посланиями. И вот в январе 1917 года Александр Сергеевич сочиняет знаменитые строки свои. Дяди, назвавшему сочинителя братом. А до этого Василий Львович назвал Пушкина братом по Аполлону, признал. Брат по Аполлону. Тебе, у Нестора Арзамаса, в боях воспитанный поэт, опасный для певцов сосед на страшной высоте Парнаса. Защитник вкуса, грозный вод. Тебе, мой дядя, в Новый год веселье прежнего желания и слабый сердце перевод в стихах и прозою послания. Ну вот он, буквально вот каждая строчка, да, это признание Александра Сергеевича любви, да. Ну мы напомним, что прозвище Василия Львовича Пушкина была ватрушка, потому что он любил часто употреблять слово «вот», поэтому Пушкин и пишет. И какая, смотрите, Саш, фраза очень важная «на страшной высоте Парнаса». Да, «страшной высоте», действительно, и в дальнейшем уже Александр Сергеевич будет обращаться к Василию Львовичу «Парнасский мой отец». В 17-м году скажи «Парнасский мой отец». Ну вот на этом разговор поэтов, собственно, и закончился, и вскоре стало ясно, что племянник заткнул дядю за пояс. И когда они в 26-м году встретились на Старой Басманной, то в этом доме жил уже не Пушкин, а дядя Пушкина. Пушкина. То есть уже не надо было говорить, о каком Пушкине вы речь ведёте. И вот дядя Пушкина, конечно, был ближе, я думаю, ему порою, чем отец. Конечно. Потому что он жил в Москве, и отец там жил у себя в деревне порой. Вообще, если почитать письма, Саш, холодные письма к отцу, очень деловые, а к дяде душевные. Да, видимо, тут творческий такой момент, что они более друг друга понимают, как поэты. И вот 8 сентября 1826 года приходит Александр Сергеевич, как он назвал, к любезнейшему из всех дядей поэтов здешнего мира. В 16-м году ещё так назвал его. Вот первый визит кому? К дяде. К дяде. Вот первый визит московский к дяде. Ну, не считая иудеенцию царя, но это святое дело, потому что его и вызвали для этого. И вызвали к царю. Да, и не попасть в Москву. И интересно, что вот в этом доме, в это время, когда Александр Сергеевич пришёл, 8 сентября, встретил он там Соболевского, своего давнего приятеля, главного, в общем-то, доверенного лица в Москве, ближайший друг, вот он ещё на Щёке, ну и Вяземский там где-то ещё рядом, да. Это очень близкий круг. Очень близкий, да. И вот интересно, что он просит Соболевского найти того самого, так сказать, нехорошего человека, толстого американца. Мы как-то говорили о нём. Мы напомним, Саша. Да, мы напомним, что толстой американец, светский персонаж, ещё более светский, чем Василий Львович, он говорил, но не думал, что говорил. Не утруждался. Ляпнул, что Пушкина выпороли в тайной канцелярии перед ссылкой, и пошло-пошло гулять. А он был такой лихой человек. А по-моему, Пушкин даже вызвал его на дуэль. Да, вот к этому я и веду, что Сан Сергеевич узнал об этом. И даже царю написал, что я вот прям не знаю, вот я вот настолько вот... Возмущён. Да, а как ты его вызовешь на дуэль? Сан Сергеевич не допущен в Москву, в столицах ему нельзя жить. 15 лет он был лишён этой возможности. Ну и вот, представляете, всё это время он тренируется, он купил, и в Одессе ходил с железной тростью такой, руку тренировал, чтобы держать пистолет. Вот настолько он был взбешён, он должен отомстить, потому что его честь задета. Что-то такое вообще, выпрали, это ужас какой-то. Да, но, тем не менее, друзья уладили всё это. Спор этот, к счастью, Толстого не оказалось в Москве, и их помирили. Ну вот, смотрите, Пушкин, вот он тренируется, вот он приезжает в Москву. В этот же день срочно найдите мне Толстого. Я отомщу. А тот-то он стрелялся напропалу, и он, так же, не десятерых застрелил. Ему вообще нипочём всё было. По ушпому. Да. Интересно, что, Саша, ведь Пушкин много дуэлей провёл, но ни на одной никого не убил. А Толстой убил, и мог и его убить. Они подружились очень потом. И попросил Толстого американца поехать уже гончарованно. И даже, если я не путаю, он пригласил его на свадьбу. Да, да, да. Только близкого человека можно попросить поехать. С ватом. С ватом, да. И вот они очень как-то прониклись друг в друга. Ну, такое бывает. К счастью, вот друзья нашлись. И предотвратили это ужасное убийство. Да, и развели их. Ну, и, конечно, это показывает отношение к Василию Львовичу со стороны Александра Сергеевича. Такое основное. Саша, а вот немножко осталось времени. А как закончил жизнь Василия Львовича? В августе 30-го года Василий Львович уходит из жизни. Тогда была жуткая холера, вся Россия буквально-таки была поглощена, и люди мерли как мухи. Все закрывались в своих домах, как зайцы сидели тогда, писали современники. Вообще никто не выходил, да? Потом ведь канализации не было. Да, вообще, да. Вода, ну, конечно, кипятили воду. И вот Александр Сергеевич, представляете, в такое время организует похороны Василия Львовича. Значит, все друзья Василия Львовича вообще не подходят даже прощаться. С ним Дмитриев ушел в соседнюю комнату, не хочет даже. Подходить? Да, но Александр Сергеевич говорит, что холера не опасна. Представляете, он говорит, холера не имеет прилипчивости. Другим говорит, что вы боитесь? Смелые, да, представляете? Дмитриев и тот спрятался. И в конце концов он говорит, что даже медики не понимают холеры. Не знают, как ее лечить. Тут все лекарство, один кураж. То есть смелость. И повторяет, кураж, кураж на французском языке. И больше ничего. И вот интересно пишет мемуарист Макаров. Он говорит, что именно так было, когда я служил по делам о холере. В мире пушкинское магическое слово «кураж» спасло многих от холеры. И вот эта кончина дяди, она, конечно, опять Александр Сергеевич заставила потратиться денежки. Они же у него не водились. У него никогда карманы не были полными. А он же мечтал уже о свадьбе в это время. Ну да, он же сделал предложение. Он бы раньше мог бы, не в январе 31-го года, а раньше могло состояться бракосочетание. С таким трудом получил согласие матери, которая не хотела просто. Вообще жуткая такая женщина была. Ну и вот представьте себе, опять вот он говорит, что кончина дяди подкосила меня не только морально, но и материально. Ну это естественно, потому что похоронить в Донском монастыре тогда было дорого. Конечно. Интересно, что церковь, где прощались с Василием Львовичем, тоже находится рядом на басмане Никиты Мучника. Она до сих пор стоит. Да, да, да. А Никита это святой, который славен был тем, что он мог избавлять человека от злых духов и бесов. И все страшные мысли, печали и страхи, которые приходят к человеку, Никита Мученик может отвезти от Вас. Есть еще один был монастырь Никитский, о котором мы говорили. Да, в Кисловке, Большая Никитская. Большая Никитская. Это все тот же Великомученик Никита. Да, ну и вот Александр Сергеевич говорит, все, расстроилась моя свадьба опять. Не успел я отдать долг, опять задолжал. Но проводил дядю, все шли на Донской монастырь. И вот это, знаете, такая благодарность. Все-таки холера кругом. Все попрятались. Все боятся. А он вот идет, прощается. И поцеловал дядю. Да, и что долг он должен отдать. Понимаете, что дядя столько ему сделал добра, что он не может. И свадьбу надо отложить. Ну, такое дело. Ну, что же. Это, конечно, по-русски. По-русски это характер Александра Сергеевича Пушкина. Когда мы говорим многое, любим выискивать недостатков, всяких слабостей. Но почему-то проходим мимо благороднейших решений и поступков. Мы сегодня гуляли по Пушкинской Москве и остановились возле дома Василия Львовича Пушкина, дяди поэта, который оказал на его жизнь, на его творчество огромное влияние. Во многом помог ему и во многом поддержал. Александр Васькин, писатель, историк Москвы. Наш сегодняшний гость Ирина Кленская. Спасибо, что слушаете нас. Удачных вам дней. Субтитры подогнал «Симон»!